Надежда Тэфи Надежда Тэфи Надежда Тэфи Надежда Тэфи Надежда Тэфи И это делался он с каждым днём грязнее и хохлати. И от того, что он стал грязным, мама не позволяла сажать его вместе с собой за обедом. За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой поздно, уже после супа, и громко кричала ещё из передней, что на пятке было очень много народа. А когда она подошла к столу, папа взглянул на неё и вдруг треснул графин на пол. «Что с вами?» — крикнула мама. «А то, что у вас кофточка на спине расстёгнута!» Он закричал ещё что-то, но ненька схватила Катю со стула и потащила в детскую. После этого много дней не видела Катя, ни папы, ни мамы. И вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Жилась тихо, только за сундуком, где поселился шерстяной баран, неживой зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, ненкиными очками, что бог пошлёт. Смотрел на Катю кротко и ласково, не перечил ей ни в чём и всё понимал. Раз как-то расшарилась она, и он туда же. Хоть морду отвернул, а видно, что смеётся. А когда она завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама даже потихоньку поплакала. Ночью бывало очень худо, по всему дому поднималась возня, писька дня. Катя просыпалась, свала няньку. Кыш, спи, крысы бегают, вот они тебе уже у нас откусят. Как-то вечером пришли бабы, принесли бутылку и вонючую рыбу. А ты всё с бараном, сказала Катя баба потолще. Пора его на животёрню. Вот, нога молтается, и шерсть облезла, как будто ему скоро, твоему барану. Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться. Не живуч баран погибнет. Морчало из него вылезет и капут. Хотя бы как-нибудь, немножко бы мог есть. Она достала с подоконника старый сухарь, сунула барану под самую морду, а сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко. Пождала, повернусь. Нет, сухарь не тронутый. Что? Не можешь? Не живой тебе. Не можешь. Ну, позови меня сам. Скажи, мэ, ну, мэ. Не можешь, не можешь. И от жалости и любви к бедному неживому так сладко мучилась, тосковала душа. На другой день взвякнула на баранной. Нянька выбежала, вернулась, засуетилась. Пришла твоя учительница, морда как у собачищи. Будет тебе уже! Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку, осмотрела детскую и сказала няньке. Вы, нянька, так, пожалуйста, все эти игрушки забегите и вон куда-нибудь подальше, чтобы ребенок их не увидел. Всех этих ослов, бахан, фон. Катя, подойдите ко мне. Она вынула из кармана мячик на резинке и щелкнув зубами, стала вертеть мячик и припевать. Пхык-скоп, туда-сюда, сверху, снизу, сновку пьяну. Постояйте за мной, пхык-скоп. Ах, как у них, а святой ребенок! Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, и баран мякнул в дверях. Проснулась Катя на разведе от ужасного, небывалого страха и тоски. Будто позвал ее кто-то. Сел, прислушившись. Мэ, мэ! Так жалобно и настойчиво баран зовет! Неживой зверь кричит! Она спрыгнула с постели, вся холодная, кулаки крепко к груди прижала. Слушай, вот опять Мэ, мэ! Из плотовки толкнулась туда, не заперто. У самого окна пятна темные копошились. И баран тут, вот, прыгнула темно, ухватила его за голову, тянет. Вот еще две, рвут вага, трещи, шкурка! Крысы, крысы! Вспомнила Катя Нянькина щелинные зубы. Сотражала вся крепче кулаки к груди. Не прижала! А он больше не кричал. Его больше уже не было. И шумно таскала жирная крыса, серые клочья Мягкие куски, трепала моча Катя забилась в постель, молчала и не плакала Затихла вся, сжалась в комочек Тихо будет жить, тихо, чтоб никто ничего не успел